Добрый день! Сегодня я хочу вам рассказать о вещах, знания которых однажды могут спасти вам жизнь. Неприятности чаще всего случаются неожиданно. Отправляясь в сложный поход или в соседнюю булочную, вы можете оказаться в опасной ситуации, где ценой ошибки станет ваша жизнь. Рекомендую вам подстелить соломки заранее и освоить несколько полезных для выживания навыков. Находясь в толпе, обращайте внимание на запасные выходы. В случае опасности люди инстинктивно бегут к тому выходу, через который они вошли, либо к ближайшему, создавая давку. Если вы знаете о других выходах из здания, то вероятно сумеете выбраться быстрее. Если кто-то угрожает вам оружием, сохраняйте с ним зрительный контакт. Ощущать себя на прицеле большой стресс. Постарайтесь сохранить спокойствие, не терять зрительного контакта с агрессором. Возможно, он засомневается и не нажмет на спусковой крючок. Отправляясь в поход, всегда берите с собой зеркальце и свисток. Лучший способ привлечь чье-то внимание – это свет и звук. Отраженные солнечные лучи и свист помогут спасателям быстрее вас обнаружить, если что-то пойдет не так. Помните правило трех. Есть одно общее правило, о котором не все знают, так что не грех и повторить. Итак, вы можете выжить три минуты без воздуха, три часа без укрытия, три дня без воды и три недели без пищи. Конечно, многие зависят от внешних условий. Например, при хорошей погоде вы протянете без укрытия намного дольше трех часов. Но в общем случае это правило помогает правильно расставить приоритеты. Пластиковая бутылка с углем может послужить фильтром для воды. Грязная вода станет чище, если пропустить ее через примитивный фильтр, состоящий из пластиковой бутылки, заполненной углем. Чтобы вода стала безопасной для питья, после очистки ее обязательно стоит вскипятить. Спускаясь вниз по лестнице, не держите руки в карманах. Каждый может поскользнуться во время спуска по лестнице. И если в этот момент вы не ухватитесь за перила, то падение может обернуться серьезной травмой. Также знайте, что небольшие раны можно заклеить суперклеем. Если по какой-то причине у вас нет с собой пластыря, но есть суперклей, то можно с его помощью заклеить небольшую ранку, чтобы в нее не попала грязь. Ну, конечно, для больших ран это решение не подходит. Находясь в походе, любыми способами старайтесь сберечь тепло и сухость. Переохлаждение убивает из подвала. Многие не догадываются, что они переохлаждены, пока не становится слишком поздно. Чтобы предотвратить подобный исход, отправляйтесь на природу в правильно подобранной одежде и обуви с защитой от промокания. В непредвиденной ситуации приложите все усилия, чтобы сохранить сухость и тепло. Выбирайте места в хвосте самолета. На самом деле самолеты один из самых безопасных видов транспорта. Но уж если вы испытываете опасения, то выбирайте места в среднем ряду в конце салона. По статистике смертность в этой зоне составляет около 28%. По сравнению с 44% для средней трети салона. В случае аварии ваши шансы выжить будут намного больше. Отправляясь в поездку, сообщите близким о вашем местонахождении. Самое худшее, что можно сделать, отправившись в поход, это никому не сказать, куда вы едете. Если вы застрянете посреди дикой природы, то очень малая вероятность, что вас кто-то случайно найдет. Знание вашего местонахождения весьма поможет спасателям. Также знайте, что обширную рану можно закрыть гигиеническими прокладками. Не всегда с собой есть специальный пакет для перевязки. Но целлюлозная вата была изобретена во время Второй мировой войны. Материал хорошо впитывает кровь. И поэтому из него изготавливали повязки. В мирное время из него начали делать гигиенические прокладки. Они чистые и хорошо впитывают. Если у вас под рукой есть прокладки, обложите ими рану и закрепите бинтом. В случае, если вы попали в зону отбойного течения на море, отбойное течение это достаточно узкий поток воды, направленный от берега в открытое море. Не боритесь с течением в надежде его побороть, выплыть. Вы только вымотаетесь, обессилите. Вместо этого плывите параллельно берегу. Чтобы выбраться из отбойного течения, нужно преодолеть довольно-таки небольшое расстояние. Это узкий поток воды. Помните об этом. Также помните, что погасить огонь можно при помощи соды. Если огонь выходит из-под контроля и у вас нет огнетушителя, используйте вместо него обычную соду. Кроме того, с ее помощью можно очистить стойкие загрязнения и замаскировать ваш запах от хищников, если вы находитесь где-то на природе. Также полезно знать, что в презервативе может храниться до 2 литров воды. Обыкновенный презерватив. Они изготовлены из эластичного герметичного материала. Если вложить презерватив, например, в носок, наполнить водой и перевязать прочной нитью, то можно охранить воду. Не ешьте снег. Если вы оказались в заснеженном лесу и хотите пить, не стоит есть снег. Он охладит ваше тело и создаст угрозу гипотермии. Постарайтесь найти способ растопить снег, а до этого лучше потерпеть. В экстренном случае просите помощи персонально. Если вы оказались в критической ситуации посреди толпы, то срабатывает так называемый эффект свидетеля, когда каждый думает, что вам поможет кто-то другой. Укажите в этом случае на кого-то из стоящих рядом и попросите его позвонить в службу спасения. Тогда вероятность получить помощь заметно возрастет. Также помните, если вы заблудились в лесу, идите вдоль ручья. Если вы действительно потерялись и не можете выйти на дорогу, то отыщите ручей, протоку, речушку и идите вдоль этого ручейка. Ручей, как правило, служит источником воды и обязательно выведет вас к какому-нибудь поселению. Ну и, наконец, фонарик можно использовать для самообороны. Фонарик, конечно, неоценим, если нужно найти дорогу в темноте, но, кроме этого, если посветить достаточно мощным фонариком лицо нападающему, его ненадолго дезориентирует и даст вам возможность сбежать. Ну, запомните все это и удачи вам! Продолжение следует...